А ты, ты вор, джентльмен удачи, украл-выпил в тюрьму, украл-выпил в тюрьму романтика. Здравствуйте, друзья! С вами я, ваш личный корреспондент, и в эфире сразу две рубрики. Велорегистратор и география кино. Я продолжаю изучать места съемок старых советских кинофильмов, и сегодня пришла очередь фильма. Съемки его проходили в Москве и в городе Самарканде в 71-м году. В Самарканд мы не поедем, поскольку Самарканд сам приехал в наши крупные города, а по местам съемок в Москве мы прогуляемся. Поехали! Режиссером фильма выступил Александр Серый. Человек не понаслышке знает, что такое места не столь удаленные, и с такой записью с трудовой вообще довольно сложно было снимать кино, но ему помог его одногруппник Антонелли, выступил в роли директора картины, снял несколько узловых сцен, но основным режиссером все-таки был Серый. Изначально фильм должен был называться «Рецидивисты». Это должен быть вообще другой фильм с другим сценарием, с другими актерами, но многие актеры не смогли сняться, и сценарий вообще пришлось потом переделать. И, кстати, именно Александр Серый придумал большинство блатных шуточек, блатных фраз этого фильма. И изначально фильм был очень сильно ими перенасыщен. Цензура это дело все порезала, пришлось придумать новые слова, новояз, такие как «Редиска», «Новоходоносор», «Петух Гамбуньской» и другие. Фильм начинается с видов на Москву реку и Бородинский мост. Как видите, здание правительства горячо любимого нами еще не построено. Красная площадь и собор Василия Блаженного. Справа один кусочек гостиницы России, но не существующий. Теперь он здесь в парк «Зарядье». Проспект Вернадского, 49. Именно из этого подъезда выходит наш герой и садится в автобус, который никогда здесь не ходил. И зачем-то ездит на Ленинский проспект. Переходит на другую сторону дороги, читает газету и возвращается обратно на проспект Вернадского. Кстати, его работа находится через дорогу от его дома. И этот садик очень хорошо видно, скорее всего, на том кадре, где наш герой чистит снег. Пора! Из окон заброшенного здания открываются, видно, чистые пруды, которые находятся где-то в 5 километрах от него. В следующем кадре он смотрит на набережную Тараса Жевченко. Вот такие вот географические метаморхозы происходят. На пересечении Воротниковского и Старопименовского переулка наши жулики садятся в такси. Дом справа уже снесен. Сейчас здесь у нас новостройка. Хаотично перемещается по мазке. Вот, например, у нас Арбатская площадь. Ну а с памятником у нас все понятно. Михаил Юрьевич Левантов. Улица Малая Басманная. Покидают такси наши герои здесь же на улице Малой Басманной. Особняки на заднем плане снесены. Сейчас здесь у нас вычислительный центр РЖД. Снова возвращаемся к 49-му дому. Сцена с дворником. Че, ты воруешься? Снова улица 49-го дому. Сейчас у нас здесь полицейский участок. А вдруг точечная выстройка. Если говорить о сцене погони, то бежали наши герои очень долго. Вот здание за моей спиной как раз виднеется на заднем плане. И находится оно в километрах 7, наверное, от дома, где жил главный герой и где находится садик. Но, к сожалению, сейчас здесь все застроено, поэтому сделать наложение не получится. Снова Старопиминский перерывок. И именно здесь проходил знаменитый диалог. Ну и в заключение ролика пару фактов о фильме. Злой и страшный серый волк в детском саду. Я злой и страшный серый волк, я в поросятах знаю толк. Его сыграл юный тогда Игорь Угольников, ныне известный продюсер и режиссер. И также хотелось бы вспомнить сцену в Самарканде, где наши герои ехали в бочке якобы с цементом. Это была на самом деле хлебная закваска, крылья с какими-то намешанными на каких-то травах и красителях. Все это снимало 40-градусную жару и, наверное, там в бочке вообще были. Актеры испытывали, ну, просто непередаваемые тогда ощущения. Ну, а на сегодня все. До новых встреч. Если этот ролик наберет 30 лайков, я сниму следующий ролик про фильм «Операция Ив». Но я хотя и в любом случае его сниму. Поэтому проводите выходные с пользой. Ставьте колокольчик, нажимайте на колокольчик, если еще не нажали, палец вверх. Проводите выходные с пользой. Пока-пока. С вами был Велорегистратор и География Кино. География Кино